К вопросу о безопасности. Защити себя и свой организм. В городе продолжается сезонная вакцинация от гриппа. Пока горожане не очень активно идут в прививочный кабинет. А зря, сетуют медики, предотвратить заболевание как минимум дешевле, чем потом проходить лечение. К тому же вакцинация бесплатна. Из центральной поликлиники. Репортаж Олеся Жигановой. Не просто подать пример, а обезопасить себя. Надежда Карелина, сотрудник центральной поликлиники, и тоже пришла на вакцинацию. Прививку делает каждый год. Иммунитет отвечает ей благодарностью. Прививку надо делать обязательно. Почему? Ну, чтобы не болеть. С народом контакт же имеешь. Очень народу много. Все чихают. Поэтому себя надо защищать. Сейчас в этот кабинет нет большого потока пациентов. Заботу о собственном здоровье горожане обычно откладывают на момент, когда заболит. Хотя серьезных осложнений после прививки, по словам врачей, не бывает. Это проверенная вакцина, с которой химкинские медицинские учреждения работают не первый сезон. Вся вакцина хранится в специальном холодильнике. Он, кстати, закрывается на ключ. Температура здесь около плюс 4 градусов. Когда врач достает нужную вакцину из холодильника, он обязательно должен проверить серию и срок годности. Вот он. Вероятность того, что человек заболеет после прививки, почти равна нулю. А если это случится, то уж точно пройдет без осложнений, которыми и страшен грипп. Несмотря на все призывы медиков, вакцинация была и остается делом добровольным. Пишут в согласии, что они согласны на вакцинацию. Пациент приходит ко мне с карточкой, с листочком. Я смотрю все, что врач написал, что нет противопоказаний. И, в общем, мы вакцинируемся. По правилам попасть на прививку можно только через кабинет участкового терапевта. Врач смотрит горло, слушает легкие, измеряет температуру, пульс и давление. И выносит свой вердикт. Допущен к вакцинации или нет. Единственное противопоказание, если есть аллергия на прививку. Потому что эта прививка содержит куриный белок. Единственное это противопоказание. Ну, и если человек пришел больной, безусловно. Если вот он... Я никогда не предложу прививку. Если человек пришел с УРЗ, и сразу я его выписываю и делает прививку. Ни в коем случае нельзя. Где-то недели две надо подождать. Уже после записи интервью участковый терапевт Ирина Зименкова призналась, прививает всех своих родственников, вне зависимости от их желания. Вот такое откровение врача со стажем. Более чем три десятка лет. Вот у меня отец 89 лет отцу. Я обязательно его привила. Мужа обязательно привила, зя и дочку. Чтобы они не хотели, я все время их привила. Олеся Жиганова, Игорь Переплетов, Служба новостей.